Депутаты Мажелиса направили в Сенат принятые ими обращения о проведении досрочных президентских выборов. В случае, если Верхняя Палата поддержит их, то документ поступит на утверждение главе государства. Как принимали документы и каков его дальнейший путь, расскажет моя коллега Ля Азат Сагандыкова. Депутаты Мажелиса единогласно проголосовали за обращение Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных президентских выборов. Мажелисмены согласны и с доводами, приведенными в поддержку этой идеи. Это и реализация программы «Нарулжол» и преодоление сложного времени для всей мировой экономики, которая, по некоторым прогнозам, придется на 2016 год, а также достижение цели страны войти в 30-ку развитых стран мира. Просим вас, уважаемый Нарулжол Абишевич, поддержать инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана и в соответствии с пунктом 3, прим. 1, статьи 41 Конституции нашей Республики рассмотреть вопрос о назначении внеочередных президентских выборов. Депутаты предложения Ассамблеи считают своевременным, актуальным и политически выверенным. И, несмотря на принадлежность к разным партиям, поддерживают только кандидатуру первого президента. Вместе с нашим лидером нации мы пройдем любой сложный путь, не только эффективно, но и с новыми достижениями и победами. Нет никакого сомнения в том, что все мы понимаем и одобряем политику Нарулжол Абишевича Назарбаева. Он всегда с нами честно и откровенно разговаривает, предупреждает о трудностях. Так было всегда. Во все времена умели почитать лучших мужей, самых мудрых и честных из них, облагали полномочиями и называли Ельбасы. Эти избранные решали все споры и тяжбы, управляли всей жизнью страны. И мы должны сегодня просить Ельбасы провести досрочные выборы и оставаться нашим лидером. Тему повестки дня народные избранники приняли единогласно. Принятое обращение сразу же направили в Сенат. После единогласной поддержки депутатов Верхней Палаты важный документ положат на стол главе государства. И в случае, если он его подпишет, выборы состоятся уже этой весной. По закону президентские выборы проводятся через два месяца после подписания президентом соответствующего указа. Я считаю, что эта дата приходится либо на 19 апреля, либо на 25 апреля текущего года. В случае, если президент издаст указ о проведении выборов этой весной, Министерство иностранных дел начнет переговоры с международными организациями об их участии в качестве наблюдателей.